Предложение в решение нашего штаба. Первое. Глава муниципальных образований области рекомендовать организовать информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и мер, направленных на профилактику распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе о необходимости проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции и гриппа. 1. Оказать содействие медицинским организациям в осуществлении иммунизации против новой коронавирусной инфекции и гриппа. 2. Очислять систематический мониторинг эпидемиологической ситуации и ход иммунизации на подведомственной территории. 3. Организовать соблюдение масочного режима в общественных местах, в местах массового скопления людей на транспорте с особым приоритетом на группы высокого риска, то есть лица старшей возрастной группы, лица имеющие хронические заболевания. 4. Соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания людей и на объектах транспорта, начиная с 18 августа. 5. Департаменту здравоохранения области наращивать темпы иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции, в том числе среди контингентов риска. 6. Обеспечить готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией. 7. Наращивание объемов тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию с учетом приоритетных контингентов, определенных санитарным законодательством, и уровней эпидемического процесса согласно постановлению главного санитарного врача. 8. Не менее 200 на 100 тысяч населения. 9. Соблюдение маточного режима в медицинских организациях. Департамент социальной защиты населения рекомендовать соблюдение маточного режима в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан. Сегодня мы ограничились рекомендательными мерами, направленными на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Оснований для возвращения к жестким ограничениям мы пока не видим. Надеюсь, что до этого ситуация не дойдет, и нам не придется вновь отказываться от привычной полноценной жизни, которой мы вернулись совсем недавно. Но это будет возможно при условии соблюдения всех озвученных сегодня рекомендаций. Еще раз повторюсь, органам власти, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, следует возобновить выполнение всех предписываемых главным санитарным врачом противоэпидемиологических мероприятий. Санобработка помещений, дезинфицирующие средства для сотрудников и посетителей, проветривание помещений и т.п. Население призываю не заниматься самолечением. При первых признаках недомогания обращаться к врачу, сделать профилактическую вакцинацию. В местах, где риск заражения особенно велик, вернуться к использованию защитных масок, особенно представителям старшего поколения. Надеюсь, что наши граждане понимают важность высказанных рекомендаций, и все вместе мы сможем преодолеть новый подъем распространения коронавирусной инфекции.